Ты же не образованная, тебя еще не научили, понимаешь? Неприятно, когда тебе отвечают, да? Наоборот, очень приятно. Неприятно, да? Очень приятно, да что же у тебя со слухом, зай? Слушай, а тебе не надоело самодонаты тебе отправлять? Ты же успешная, столько сарей за стрим должна зарабатывать, да? Чего ты в Тольятти уехала, реально? Ты же любишь, любишь Россию, зачем ты уехала жить в Тольятти, объясни мне? Скажи, пожалуйста, на каком сайте накрутку заказываешь, да? Обычно вот этот вот словесный понос, он летит, не затыкаясь, да? Вот редко я заговорил, да, представляешь? Обезьянка из провинциального городка, ты в колхозе выросла, я вырос в столице, понимаешь? Я городской парень, на 100 тысяч я могу понять, ты жила в нищете, провинциальная саратовская девушка, я понимаю? Слушай, я же не слежу за такую правду. Внимание, прежде чем посмотреть это видео, вам стоит узнать, что мнения, озвученные здесь, не преследуют цели дискриминировать, оскорбить или запукать кого бы то ни было. Все персонажи вымышлены, совпадения случайны, видео носят только развлекательный и юмористический характер. Сюжет постановочный, ничьи чувства не были задеты, герои видео знают друг друга. На немецчине к нам испытывают только категорическое уважение. Привет, красотка. Ой, массу набрал, это как в анекдоте для старичков, типа, я смотрю, ты вес скинула, а я смотрю, ты его набрала. Ха-ха-ха-ха, шуточка за 220. Обезьянка из провинциального городка. У тебя звук пропадает, я тебя плохо слышу, подожди, еще раз скажи. Обезьянка из провинциального городка, ты дашь мне хоть раз слово сказать или будешь перебивать меня? Уже целых два предложения сказал. Ты вообще, я понял, как ты в колхозе выросла, тебя не научила мама. Ну, понятно, что отец ушел к другой женщине, да? Нет, к бутылке ушел. К бутылке ушел. Не воспитывали тебя, да? Ты слышишь или ты звук выключил? Ты реально звук выключил? Фу, ну какой ты мерзкий, ну блин, чувак, ну ты взрослый парень. Ты слышала звук, обезьянка. Ну, значит, тогда тебе нужно как-то разобраться со своим слуховым аппаратом. Я тебя прекрасно слышу, и ты меня прекрасно слышишь, понимаешь? Сейчас, да. Ты когда научишься с людьми уважительно общаться? Я с людьми всегда уважительно общаюсь, причем независимо от того, откуда они. А так как тебя я не уважаю за твое мерзкое поведение? Я такая провинциальная девушка. Тебя воспитали родители, либо нет, скажи мне, пожалуйста. Да, меня мама с бабушкой воспитали. Ну, понятно, что отца не было. Тебе вообще не стыдно, скажи мне, пожалуйста? Нет, а за что мне должно быть стыдно? Она ладно со мной, понимаешь? Мне на такой обезьяну вообще без разницы. А вот как ты со взрослыми людьми общаешься? У тебя вообще без разницы. Великий мудрец, учи Хамадара, сын учит меня разговаривать с людьми. Божечки, кошечки, это то, чего мы заслужили. Слушай, обезьянка, когда у тебя третье кольцо в носу появится? Третье кольцо не хочу. Если буду делать третий пирсинг, сделаю стразики. А так новый трек скоро выйдет. Кстати, альбом одобрили. У тебя же 600 человек смотрят, обучают и пишут. Слушай, а тебе не надоело самодонаты тебе отправлять? Ты же успешная, столько сарей за стрим должна зарабатывать, да? Сейчас смотри, стрим идет. 40 минут, я заработала 46 тысяч рублей. Ну, я думаю, сотка будет. Тебе не надоело людей разводить, скажи мне, пожалуйста? Своими фейковыми донатами, а? О, это лучшее, что было в моей жизни! Какой ты милый! Все понятно, почему ты меня обезьяной стал называть. Из-за денег, все понятно. Вот так вот. Вот поэтому говорят, что деньги – это зло. Сколько должно человеку писать в чате при твоем онлайне 600 человек, скажи мне? Кстати, сейчас 510, а было 450. Спасибо большое. Шандик, ты фейк! Шандик, тебя не существует! Тебя гложет зависть. Послушай новый альбом Friendly Tag. У Friendly Tag в новом альбоме на интро идет цитата из какого-то фильма по поводу того, как человека убивает зависть. Тебе просто нужно было спокойненько петь песенки. Зачем ты лезешь в политику, скажи мне, пожалуйста? Ты бы своим смазьем личиком бы зарабатывал бы 10к за стрим вообще без проблем. Понимаешь? Если я обезьяна, то у меня морда, а не личико. 10 тысяч за стрим – это очень мало. Нет, я тебе сказал, что ты обезьянка, понимаешь? Ты до обезьяны не дотягиваешься. Обезьяна и обезьянка – это просто две разных формы одного и того же слова. Это не меняет сути. Обезьяна, она выполняет команды лучше, чем обезьянка. Обезьянку еще научить нужно, понимаешь? Так вот, ты же не образованная. Тебя еще не научили, понимаешь? Обезьяна, ты что-то молчишь, а? Дашь мне хоть раз слово сказать или будешь перебивать меня? Слушаю тебя. Неприятно, когда тебе отвечают? Наоборот, очень приятно. Неприятно, да. Очень приятно. Да что же у тебя со слухом, зай? Привет, Майк Майерс, ты фейк, слышал? Ты фейк. А чего у тебя щечки красные, обезьянка? Потому что давление высокое. Я сегодня на морозе весь день была, а сейчас в жаре сижу. Не ожидала такого поворота, да? Вот это поворот! Какого поворота? Наоборот, очень ожидала. Просто не от тебя. Обычно вот этот вот словесный понос, он летит не затыкаясь, да, Нет, почему я всегда выслушиваю оппонента? Я тут резко я заговорил, да, представляешь? Может, его девушка обидела? Да нет, никто его не обижал, он просто хочет выложить видос. Ну, типа того, да, Роман? Ребят, вот вы правда верите, что ее смотрят шесть человек, ну, серьезно. Ребят, этого человека не научились даже. Ты по чем вообще? Ты что по пятке кольнул сегодня? Какие шесть человек? Что? Какие шесть человек? Сот человек. Шестьсот. Жесть, у тебя оговорочки по Фрейду прям идут. Расскажи, пожалуйста, на каком сайте накрутку заказываешь? Господи, боже, помилуй. Расскама донаты не надоела отправлять, скажи мне, пожалуйста. Вот реально, что ты делаешь? Завистливые люди, как правило, объединены тем, что они хвастливые и трусливые. Эти качества идут у них рука об руку. Тут согласна, Грейтман. Спасибо, Роман. Что ты делаешь такого, за что тебе должны люди скидывать деньги? Мне никто ничего не должен, вообще никто ничего не должен. Просто скидывают. Вот чел написал за красоту, эрудицию и стойкость. Ты поставила 100 тысяч, ну, донатную полоску, правильно? Я 200 обычно ставлю. За то, что ты оскорбляешь старших, скажи мне, пожалуйста. Каких старших? Я не по возрасту определяю, оскорбить человека или нет. В основном люди сами себя оскорбляют. Ты повесила российский флаг. Ну а что плохого в том, что я повесила флаг России? Ты уехала жить в Таиланд сразу, да? Почему? Я туда всего два раза ездила. Ты правда поддерживаешь Россию, либо же ты просто на этом хайпе зарабатываешь деньги. Пытаешься зарабатывать деньги. Почему? Ну деньги у меня получается зарабатывать, но я на себе их зарабатываю, а не на своей стране. Ты правда зарабатываешь? Или ты настолько... Я никогда не говорю то, что типа там я доначу на СВО или куда-то еще. Я вообще этого не касаюсь. Но просто я... Настолько много зарабатываешь, что перепродаешь вещи, да, с Америки, правильно? Ну так это мой интернет-магазин. Он существовал с 18-го года. Мне же надо это все распродать. А куда это девать? То ты говоришь, да? Да. У тебя настолько успешный медиабизнес. Зачем тебе еще перепродавать какие-то вещи по 10 долларов? Так а куда мне их деть-то, я не понимаю? Выкинуть что ли? Да ладно, ты же их покупаешь. Понимаешь, ты же их приводишь. Ты правда сейчас будешь мне рассказывать... Страничка ВК.ком. Я Микити. Молодец, что напомнил. Меня просил Коля сегодня магаз подвигать. Смотрите, ребят, кидаю ссылку на магазин, каталог в фотоальбомах. Отзывы в закрепе. Все. Там вы сами разберетесь. Типичная позиция обезьянки. Просто перевести тему, да. Почему перевести? Ты сам спросил про магазин. Я с тобой по теме разговариваю. Да не краснеет. Ты хочешь поговорить про магазин? Давай поговорим про магазин. А ты прыгаешь с одного на другое. То донаты, то полоска, то музыка, то Таиланд. Ты определись, о чем мы разговариваем? Да что ты, черт побери, такое несешь. Нет, у меня все нормально. У меня всегда красные щечки. А когда они у меня не красные, я их крашу. Ну, оно реально... Тинтом. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, а когда ты в лифчике сидишь, тебе больше денег скидывать? Нет. Ты пойдешь на вебкам и сайт? Я в лифчике никогда не сидела. В купальнике сидела. Но это же я в Таиланде была тогда. Ты на вебкам не идешь, потому что у тебя грудь маленькая просто. Так маленькую грудь тоже любят мужчины. И большую, маленькую, каждому свою. Ты в лифчике решила посидеть, правильно? Когда? Когда мы с тобой разговаривали первый раз. Я была в Таиланде тогда. А в чем проблема? Да, нет, ты не всегда в Таиланде находишься. Ты сейчас в лифчике очень часто сидишь. Когда я последний раз сидела в лифчике? Слушай, я же не слежу за тобой, правильно? Ты следишь за мной как раз-таки, ты об этом сказал уже. Ты знаешь, сколько я ставлю цель сбора на донейшн? Ты рассказываешь мне про мои фейк-донаты. Ты говоришь, во что я одета. И в этом же предложении говоришь, что ты за мной не следишь. Че, ну успокойся. Сто тысяч я могу понять. Ты жила в нищете, провинциальная саратовская девушка, я понимаю. Я из Тольятти. У тебя Саратов там был написан, у кого-то блогера ты поймал. Шандик, да нарезку делает, успокойтесь. Нет, не нарезку. Ребят, все, что я говорю, вот понимаете, этот человек... Ну нарезку я не имею в виду, что ты что-то нарежешь. Я имею в виду видос. Ребят, просто вот вы смотрите. Вен шпион. В 20 лет, в 21 год, да, оскорбляет, не уважает старших, правильно? И пытается просто заработать какие-то деньги на том, что она просто что-то там украинцам говорит, понимаете? Каким украинцам? Ты вообще с Минска. А украинцам ты ничего не говоришь? Я со всеми одинаково разговариваю. А что, украинские-то особенные, что ли? Так же разговариваю, как с остальными. Вот у меня выбраны страны Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния, Герцеговина, Бразилия и так далее. В принципе, у меня все страны выбраны. Война резки выпадают, понимаешь? У меня выпадают война резки, вот я вижу, что ты... Роднулечки, давайте прервемся на 30 секунд. Я скажу вам, что мы всегда соблюдаем правила Ютуба, а правила у Ютуба очень строгие. Именно поэтому мы создали телеграм-канал, в котором публикуются самые интересные, шокирующие и иногда очень жесткие видео нарезки из чат-рулетки. Прямо сейчас на экране вы видите, как называется наш телеграм-канал. Используйте поиск или ссылку в описании под этим роликом. Кстати, не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ну и, конечно же, ставьте лайки, колокольчики. Ну и напишите в комментах, зашибись видосик или такое. Мы уже поняли, что ты смотришь стримы, смотришь нарезки. Ты же меня знал и в первый раз, и во второй раз. Какая разница? Ну что, что тут такого? Скрытый фанат. Ну хотя как скрытый, в принципе, вполне открытый. Мне нравятся девушки, которые уважают тебя, в первую очередь. А почему ты уже 4 раза сказал по поводу того, что я старших оскорбляю? А то, что ты оскорбляешь меня, будь я младший, или твоя ровесница, это тип норма? То есть, по-твоему, на воспитание человека и на его умение общаться с кем-либо указывает только то, хамит он старшим или хамит он младшим? Я не раду тебя не оскорблю еще, понимаешь? Ааа, бедная, нищая, без отца, невоспитанная, обезьянка, обманщица, разводишь, бла-бла-бла, хайпишь. Это все по кайфу. Нет, я для себя понять. Ну, все, нормально. То, что я говорил, это факты, пойми. Факты? А чем факты от теории отличаются, зайка? Ты же смотришь мои видосы, это довольно частая такая измусоленная тема. У тебя полоска реально стоит на столько сарей, у тебя есть самодонат, у тебя мертвый чат, понимаешь? Цифра 600 человек онлайна, но у тебя никто не пишет в чате, понимаешь? Ребята, да что ж с ним такое? У тебя залетают ролики, у тебя реально просто там человек 10-20 пишет, понимаешь? Ребят, я в шоке, если честно. Это вообще как-то, это меня прямо убило. В каждой компании есть такой друг-девственник, вот написал Сла Вонза. Я неделю веду стримы, у меня онлайн больше, чем у тебя, и людей больше. Прекрасно, а донаты как? Понимаешь? А почему тут донаты? При том, что если ты человеку интересен, если либо ты начинаешь вести нормальный диалог, либо мы заканчиваем. Ты хочешь продолжить разговор, давай по очереди разговаривать? Давай, давай. Давай по порядку. Про магазин закончим, потому что это очень важно. Ты это поднял и правильно сделал. В 2018 году я создала свой интернет-магазин, там продаются правильно. Ты отметил американские вещи. Виктория Сикрет, Чемпион, Холлистер, Ральф Лоурен и так далее. Вещей осталось немного, но все-таки выбор пока есть. Только маленькие размеры, 42, 44, 46. Этот магазин находится в ВКонтакте, каталог фотоальбомов. Отзывы открытые на стене с 2018 года, пост висит с открытыми комментариями. Все это можно изучить. Также, если ты хочешь, если тебе интересно, ты можешь посмотреть, когда опубликованы эти товары. Никаких новых завозов у меня давным-давно не было. Это про магазин. Дальше. Понял? Что-то запомнил? Ссылки до сих пор скидываешь, понимаешь, на свой магазин. Куда? Все, давай дальше. Про магазин что-то еще хотел сказать. Ну, понял про магазин, да? Ты просто сказал, что ты говоришь какие-то факты, но ты наврал. Попросила тебя выслушать. Ты сказал, что я... Не, я не просила меня выслушать. Я сказала, будем говорить по очереди. Это диалог называется. А ты монолог ведешь в основном. Нет, монолог ты ведешь. Слушай, хочешь, я буду вот реально... Ну, я не буду этого делать, конечно. Ну, у меня есть нарезки там, где ты просто меня обсираешь. Скучно, но все равно, да. Ну, нормально, пусть поговорим немножко с ним. Ну, давай. Все равно интереснее, чем прокрутка от чат-рулетки бесконечная. Зависливый жадный куркулек. Так, про магазин, про что ты еще говорил? Про семью трогать это вообще смешно и низко. Ладно, это не будем трогать. Про каких старших ты говоришь? Про мне сейчас, можно сказать, правильно? Ты же закончила свою мысль про магазины? Сейчас я говорю, правильно? То, что ты называешь оскорблением, это факт, понимаешь? У тебя реально есть магазин, который ты... Ну, ладно, я ничего против этого не имею, но просто ты успешная такая медийная личность, и зачем тебе какие-то второсортные дополнительные заработки в Америке, правильно? Зачем это нужно? Мне нужно больше дохода. Ну, допустим, ты это объяснила. Ты продаешь остатки, да? Хорошо. Все верно. Смотри, где ты увидел в моих словах оскорбление, если ты реально саратовская провинциальная девушка? Я из Тольятти. Ну, из Тольятти. Ну, у тебя там Саратов пишет просто, чья-то рулетки, понимаешь? Саратовская область пишется. Вот так вот, понимаешь? Поэтому я и говорю, что провинциальная саратовская девушка. Ну, ладно. Понимаешь, ладно бы ты была достойным человеком, но ты же не достойный человек. Ты оскорбляешь старших, это факт, понимаешь? Ты хайпишься на политике, но хотя на самом деле в душе не поддерживаешь Россию. Ты просто понимаешь, что тебе скидывают за это деньги. Ты же, ну, а что ты в Тольятти уехала, реально? Ты же любишь, любишь Россию. Зачем ты уехала жить в Тольятти, объясни мне? В Тольятти это Россия. Ой, не в Тольятти, в Таиланд, прошу прощения. Господи, боже, да что же с ним такое? Я туда еще не раз приеду. Я как говорился, представляешь, оговорился один раз. Да ты постоянно оговариваешься, я вообще не понимаю, в чем твоя претензия. Любишь, любишь Россию, чего ты уехала в Таиланд, скажи. Как это жить в Таиланд, если я сейчас в Тольятти сижу, ты что говоришь? Ну, сейчас. Ты пьяный, что ли? Извини, прости. Ну, давай дальше. Спасибо, Шальдик, спасибо большое. Спасибо большое. Все, продолжай говорить, извини, ну, просто донат. К оскорблению вернемся, где я тебя оскорбил? Ты мне насрать на твое оскорбление, ты сам себя оскорбляешь. Ты что, переобулась или что? Ты же сказала, ты меня оскорбляешь, я сделал. Ну вот, где я тебя оскорбил хоть раз? Четыре раза подряд забыть, откуда человек, и специально называть его провинциальной саратовской девочкой, это оскорбление, как по-моему. По-моему, это так, это просто мое мнение. Называть человека обезьянкой, как бы ты и что бы ты в это не вкладывал, это оскорбление, это факт, это факт для меня, это факт. Третье, что там еще было? Говорить мне, что то, что я кидаю себе самодонаты, это факт, это бред. Это бред и оскорбление. Ты заведомо обвиняешь меня во лжи, которой я не занимаюсь. Ты выдвигаешь свое предположение и говоришь, что это правда. Бля, Шандик, вообще красава, я не могу, вот это ты меня завел. Фу, Шандик. Красава, спасибо. Ну вот, это мое мнение, а так мне пофиг на них. Почему переобулась? Нет, ну мне как было пофиг на твое оскорбление, так и есть, я что бы разговаривал. Нет, переобулась, ну, насчет России. Чего? Господи, да у тебя глаз уже дергается, чел, да успокойся, мы на тебя не гоним, мы поняли, что ты психбольной, все нормально. Нет, нет, психбольная ты и 20 человек в твоем чате тоже. 20 человек в моем чате, вы психбольные, а 700 остальных, которые сидят, вы вообще не существуете. Нет, нет, у тебя хорошая аудитория, просто я говорю, что люди плохо разбираются, ну, иногда вот такие, как ты, могут запудрить мозг, понимаешь, вот и все. Господи, боже. А ты на самом деле, ну, с тобой все понятно, ты просто гнилой человек, и все. То, что измагарок, это что значит такое измагарок? Кто такие измагары? Это белорусы, да, типа? Смагары это, которые против правительства выступают, ну, у нас в Беларуси. Понятно. Причем тут измагары, в коммета, ну, никак не знаю. Я не знаю, написали так в чате, я спрашиваю, я не знаю такой термин. Я... У трагмана из-за тебя в голове голоса тупого собеседника, помогите трагману. Спасибо, Денис, спасибо. Ребята, лайк проверьте, кто не поставил лайк, реально, тот должен пойти на стрим к этому челу и сидеть у него, потому что ему на донат и на лайк ему на все пофиг. Он не для этого, стримить не для этого, видосы выкладывать, все нормально. Ему главное, чтобы онлайн был огромный и все было по кайфу. Послушай, послушай, по 20 раз... 146 тысяч пробили, ребята! Вууу, да что это за день такой! Послушай, пожалуйста, вот по 10 сообщений поддержать канал и спамить я никогда не буду, понимаешь? Знаешь почему? Потому что донейшн это добровольное пожарство. Смотрите прикол, я не слежу за тобой, я не смотрю твои стримы, я не смотрю, я не смотрю, я не смотрю. Я вырос в столице, понимаешь? Я городской парень. Столичная штучка, я понимаю. Я понимаю, ты никогда не видел денег, и ты вот любишь... Параноидальная шизофрения, она такая, да. Да, в родне цыган не было никаких стримов. Я не знаю. Ну просто они же любят там деньги попрашивать. Я люблю деньги. Делаю деньги, пчатаю их, взрыв гидры, как динамит. Деньги нужно зарабатывать, а не выпрашивать, понимаешь? И делать достойные вещи, чтобы тебя реально поддерживать, понимаешь? Я ни разу сегодня еще не попросила донат, но мне скинули уже 55 тысяч рублей. Нет, так ты просишь молча, ты же спамишь в чате. Ты просишь молча, у меня модераторы спамили в чате, я кидаю, когда я озвучиваю. Вот сейчас модератор кинул ссылку. Ребята, переходим по ссылочке на донейшн, делаем красиво. Реально ссылки поддержать донат больше, чем вообще людей в чате. Больше, чем людей в чате, я поняла. Конечно. Все, что я хотел, я тебе сказал. Поэтому он тут и полон зависти. Да, молодец, все. Причем ты зависть? Я, как видишь, очень неплохо живу, у меня все есть. Мне все равно, как ты живешь вообще. Может человек быть очень богатым, но при этом несчастным. Может быть бедным, но при этом счастливым. Это вообще не важно. Может завидовать одному, может завидовать другому. Может вообще ничего не иметь, и все равно никому не завидовать. Это же все зависит от человека. Тюля нема у тебя. Может быть ты в жизни другая? Не, не, я в жизни абсолютно такая же. А, в жизни такая же? Такая же абсолютно. Не знаю. Ты бабушку какую-то свою уборку. Я сегодня с ней виделась. Ну, ты же с ней не погуляешь, так вообще. Правильно? Куда ты лезешь вообще? Зачем ты это делаешь? Зачем ты все время пытаешься влезть в мою семью? Ребята, ставим лайки, а то я вас найду, и я отправлю к этому челу на перевоспитание. Полина, а вот в жизни ты когда-нибудь вот на три буквы посылала человека, который старше стирает? Ну, не знаю, ты видел такую историю или нет, но на меня один раз охранник бухой напал в перекрестке, и мне пришлось залить его перцовкой и послать на охуе. Да, было, конечно. Ну, блин, ну, видишь, в принципе. Ты же выросла в таком городе, поэтому. В каком? А что ты просто в Тольятти имеешь? Да ладно, все. Я все, что хотел, на самом деле, тебе сказал. Ну, ты обосрался, ты обтреводномился сегодня жестко, молодец. Да, да. Молодец, дорвался, дорвался. До этого переключался постоянно, наконец-то накопил дерьма и выдал, молодец. Дерьма, Полиночка. Молодец, молодец. Я просто молчал, потом ты меня скажешь. Полина, ставь его бред подольше, я спать хочу, он у меня убаюкивает, я не против. Хайпится, пацанчик, хайпится. Картофельная подливка. Ребят, на ком хайпится? Картофельная подливка. А сколько в Минске жителей, кстати? Больше двух миллионов, представляешь? Спросили в чате просто. Мертвые спросили. Подставной вопрос, подставной вопрос. Ребят, давай. Без оскорбления, я понимаю, что это ваши вот... Кто тебя оскорблял? Звезда, да, поддерживать и отправлять ей деньги там и так далее, а дальше. А кто тебя сейчас оскорблял? Ну, картофельная подливка. Мне же было адресом. Ну, картофельная подливка – это твои высказывания. Картофельная – это ассоциация с Беларусью. Я понимаю. Типа с Россией ассоциируются щи, валенки, лапти. Да, я понимаю. С Беларусью картошка, батька. С Украиной сало, борщ – это нормально, это ассоциативная память просто. Это нормально. Ну, я понимаю. Ну, на фоне ассоциации рождаются шутки, тематический юмор. Так подливка – это твои высказывания, ты себя ведешь неприятно. У тебя слова как подлива, я одобряю это высказывание полностью на все сто. А то, что ты чувствительный, это уже твои дела. Нет, я не чувствительный. Понимаете, я искренне. Не путаю искренне с чувствительным, понимаешь? Если бы ты достойно себя вела, я бы вообще ни слова тебе не сказал, понимаешь? Вообще ни слова. Подожди, подожди, подожди. А давай-ка вернемся на полгода назад, по-моему. Это в апреле, что ли, было? Я в Таиланде тогда была как раз первый раз. А когда ты выложил ролик и написал, что я рассказала там про сперму на лице и так далее, и сделал такого рода кликбейт, это достойный поступок был? Ну, так это кликбейт. А, это другое все, ну, елки-палки, ну, точно же, это же другое. Ты же этим занимаешься, ты же знаешь, как это работает. Это же другое, ну, все понятно, ну, все, тогда, ну, какие вопросы тогда. Хайпимся, называем девчонок с приемниками, это же все ради кликбейта. Это же другое. Полин, ну, объективно, ты не такая популярная, что на тебя хайпится. Ой, зайка, а что же у тебя с нуля канал 20 тысяч просмотров набрал тогда? Почему же так, если они популярны? Полин, а при чем тут вообще просмотры к моим зрителям, понимаешь, к тому... У тебя не было зрителей, но благодаря тому, что ты написал, Полина Кокса рассказала про сперму на лице, ты набрал много просмотров, ты же сам сказал, ты это понимаешь, теперь ты уже это не понимаешь. Когда я добавлял этот ролик, я же не знал, что он столько наберет. Ты знал, ты знал, что он наберет, ты сам сказал, что это был кликбейт, теперь ты даешь заднюю. Ты уже мне порядком надоел, ты очень лицемерный человек. Очень всем противно, люди тебя терпеть не могут в моем чате. Ладно, пока. Ребята, мы дали ему выговориться, это было пипец смешно. Не знаю, надеюсь, я это выложу, потому что я не записывала это все. Но если я сохраню этот стрим, тогда я смогу это выложить. Но я бы, конечно, хотела, потому что это было реально очень смешно. Это вообще... Это столько бреда я еще никогда в своей жизни не слышала. Я сейчас не буду его на цитаты разбирать, я это потом на монтаже сделаю и вначале поставлю. Это кринж. Только ради вас это выслушала, потому что он-то, понятно, это ради контента делает, но все равно. Он говорит мне, что подло якобы сидеть с флагом России, потому что за это якобы там мне больше кидают деньги. Тут же он говорит, что мне деньги не кидают, это самодонаты. И здесь же он говорит, что хайпится на пошлых и мерзких названиях, это другое. Ладно, я постараюсь это сохранить и схожу поем, потому что у меня сахар капец низкий, очень сильно низкий. Я ничего не ела. Меня посмешило, уехала в Тольятти, да, это было смешно.